полярная вахта глава первая котлован раскопок росомаха накинулась на волков разорвала одного другого но тотчас была атакована целой стаей сразу несколькими самцами в глазах которых светилась настоящее безумие и безумие это было похоже на вполне осмысленные действия поскольку росомаха совершенно не должна нападать на целую стаю это претило ее природе следом за росомахой кинулись полчища леммингов затем песцы и лисицы весь животный биом пришел в движение истребляя друг друга и себе подобных однако как выяснилось позднее природа не играла здесь никакой заметной роли нападавшими и истерзавшими друг друга зверми казалось руководила какая-то неведомая и чуждая природе сила так все и началось граница восточно-сибирского и чукотского моря близ семидесятого градуса северной широты остров врангеля археологические раскопки экспедиционная группа терентьево 1 1998 год за два дня до событий опуская ниже коля ковш мощного экскаватора вгрызаясь в мерзлую землю подавал наверх мешанину из тысячелетнего грунта комья давно перегнившей земли и целые пласты вечной мерзлоты в перемешку с омхом и мертвым лишайником вереница грузовых самосвалов из восьми машин непрестанно менялась между собой ожидая очереди на погрузку отмерзший грунт вывозился за пределы карьера сваливался кузовами в образовавшийся котлован и самосвалы возвращались за новой партией груза машинист погрузочного крана бравый молодой неунывающий сибиряк пристально наблюдал из кабины за ходом работы манипулируя рычагами словно дирижер симфоническим оркестром николай он же коля рыбников по прозвищу рубик двадцати восьмилетний рубаха парень попал в эту экспедицию в качестве племянника бригадира да так и остался на острове врангеля совершенно не имея желания возвращаться на большую землю он был холост одинок родители погибли при невыясненных обстоятельствах когда внезапно прорвавшаяся плотина в одном из геологических центров на байкале затопило все близлежащие домики изыскателей давно это было ему едва исполнилось тогда 8 лет и с тех пор он до самого совершеннолетия проживал сестрой отца иными словами с родной тетушкой потом был институт геодезии выхода в различные экспедиции где он неизменно сопровождал своего дядю бригадира разведывательных групп геологических изысканий с валентином сергеевичем терентьевым он и оказался сейчас здесь на острове врангеля в то время как тетушка осталась на большой земле семьи завести не успел зато там где-то в сибири как он полагал его дожидалась несравненная красавица пускай пока и безымянная но зато верная и добрая в душе ты там заснул коля донеслось снизу в кабину погрузочного крана рубик не отвлекайся снова летаешь в облаках вижу отозвался он направляя стрелу крана строго по центру раскопок шел двадцатый день пребывания на почти пустынном от людей острове площадью в семь тысяч квадратных километров куда их группу изыскателей направили из отдела всемирного географического общества в гу предварительно объяснив что местные обитатели некогда существовавшие полярной метеостанции обнаружили во льдах очередные останки исчезнувших мамонтов сюда и была направлена геологическая группа терентьева который по совместительству еще и являлся доктором исторических наук и в частности антропологом если обнаружены останки карликовых шерстистых мамонтов вымерших десяток тысяч лет назад то должны были быть следы некогда проживавших здесь охотников сам остров представлял собой заповедник гнездившихся белых гусей полярных сов лишь бишь моржей и прочего биома чукотского и берингово морей здесь можно было встретить песца рассамаху горностая северных одичавших оленей овцебыка волков и самое главное белых медведей коля знал из рассказов терентьева что данный заповедник являлся едва ли не самым крупным родильным домом для этих величественных хозяев заполярья земля острова находилась в 140 километрах от материковой части чукотки если полярный день длился несколько месяцев солнце здесь никогда не садилась за горизонт потом наступала долгая зимняя ночь сейчас был именно полярный день и группа геологов из 30 человек работали в карьере отыскивая в вечной мерзлоте природные кладбище реликтовых мамонтов поселок полярников насчитывающий 40 человек аэрологов гидрографов метеорологов ледоисследователей ионосферистов и прочих сотрудников полярной вахты был рад встрече с группой прибывший с материка переправив на остров все полагающиеся для раскопок технику зимой морозы здесь достигали 50 градусов ниже нуля но сейчас было полярное лето и температура держалась в пределах 15 со знаком плюс колю водители экскаватора и грузовиков расселили по вагончикам и баракам собранным из утепленных блоков возвышающихся над лишайником на специальных сваях опорах чтобы изобретавшие сюда нередко медведи не могли дотянуться до входных дверей впрочем как коля узнал позже непрошенные гости все же делали иногда набеги на продукты полярников от чего приводили в ярость местных лаек таким образом на 20 день полярного лета группой геологов было доставлено на поверхность более сотни фрагментов различных частей замерзших тел шерстистых мамонтов остатки первобытных орудий гарпунов и слоновой кости а сами изыскатели уже заканчивали сегодняшнюю смену вдалеке маячила самая крупная вершина острова гора советская высотой с километр куда свозились в котлован все отработанные и просеянные грунты вечной мерзлоты коля застопорил кран закрыл кабину и спустился на землю получив укоризненный взгляд бригадира снова мечтал о своей красавице где-то в сибири хмуро но с долей шутки подделан своего племянника едва не засыпил стрелой кузов самосвала я видел махнул рукой коля отряхивая комбинезон от кусков слипшейся глины которая лежала повсюду развороченными глыбами карьера не мечтал а планировал что планировал жизнь будущую счастливую жизнь пора мне уже семьей обзаводиться выдержу эту вахту насобираю ожерелье из костей мамонта подарю невесте и махнем мы с ней на моря океаны подальше от этой чертовой мерзлоты у тебя же ее нет кого невесты коля постучал пальцем по лбу высокопарно при этом заметив тут очки она валентин сергеевич в голове и в сердце перекидываясь шутками и радуясь закончившемуся рабочему дню они направились к далеким вагончиком поселка попутно увлекая за собой отработавших смену геологов спешащих поскорее добраться до общей столовой где их уже поджидал нехитрый ужин уникальный в своем роде заповедник острова врангеля продолжал жить своей природной жизнью где-то резвилась росомаха шмыгали под ногами испуганные лемминги взмывали стаи белых диких гусей а на самом побережье среди еще не растаявших льдин в бинокль можно было разглядеть мамашу белого медведя со своим выводком из двух забавных медвежат все дышало спокойствием и умиротворенностью если бы не одно но карьер изыскателей подрагивал зыбким маревом испарений у них за спиной и казался каким-то фантомным миражом в песчаной пустыне со стороны архипелага остров де лонга просачивался свежий рис морских испарений а далекие маячившие на горизонте айсберги дополняли красочный пейзаж арктической природы вот оттуда то и начало просачиваться что-то опасное подозрительное и не подвластное человеческому разуму оно пришло незаметно будто наполнило атмосферу своим непонятным туманом накрыв дымчатым куполом всю прилегающую территорию подобно смертному савану исходя из этого следует сделать вполне очевидный вывод а именно остров врангеля стал объектом пристального внимания чьего-то неведомого непонятного и неизвестного науке разума того разума который не существовал на планете который был несовместим с жизнью полярников что обитали сейчас на острове и были доставлены группой из далекого теперь уже материка вот только чей он был этот разум ужиная в общей столовой где блюда подавали две миловидные женщины геологи не подозревали что начиная с этого момента их жизнь совершит крутой и стремительный поворот вокруг своей оси оставив за бортом их прежнее существование а началось это так поселок из более двадцати вагончиков и утепленных бараков еще спал когда небольшая группа изыскателей во главе с валентином сергеевичем отправилась к раскопкам карьера предварительно захватив собой все необходимое снаряжение солнце не садившийся за горизонт уже несколько недель казалось провожала их своим теплым и ласковым взглядом будто знала такое что недоступна их человеческому мышлению погода стояла чудесной относительно без ветра и близкого морского бриза где-то у берегов скрипели не растаявшие торосы льдин по которым лениво перекатывались туши величественных моржей оглянувшись на поселок рубик заметил что во всех вагончиках спущены шторы помогающие предохранять сон от воздействия слепящих лучей полярного светила терентьев разбудил нужных ему людей еще с позаранку предложив желающим прогуляться к тому месту раскопок где вчера экскаваторным ковшом зацепили целый пласт мерзлоты открыв вход в природную карстовую пещеру вчера разглядывать что-либо внутри времени уже не было поэтому договорившись за ужином они отложили спуск в подземелье до утра смена остальных рабочих подтянется позже они в шестером включая и колю намеревались произвести разведку прежде чем начнутся основные раскопки что-то не нравится мне это марева задумчиво молвил терентьев идя впереди всех и всматриваясь в наполучший на карьер туман взявшийся словно из ниоткуда вчера его не было озадаченно подтвердил коля да его вообще никогда не было на острове сколько мы здесь кого спросил один из геологов бородатый могучий полярник по прозвищу кряж настолько он был колоссальным в размерах словно горный отрок тумана вставил другой полярник алексей сорокалетний сибиряк не раз посещавший остров зимой однажды видел подобное облако спустившиеся к земле но оказалось что это начало снежного бурана а летом здесь туманов никогда не бывает не тот климат тогда откуда взялась это хренатень поразмыслив спросил кряж они уже подходили к карьеру и он наблюдал за тяжелыми хлопьями испарений лениво покачивающихся в пространстве над раскопанным котлованом такое ощущение что эти клубы непонятных паров вырываются из того разлома пещеры который образовался при работе экскаватора может это духи мамонтов восстали из земли которых мы потревожили хохотнул рубик но сам едва не поежился от собственной шутки что-то тут происходило что-то странное и удручающее а вот что именно коля еще не разобрался между тем валентин сергеевич вплотную подошел к краю насыпи остановился и втянул легкими воздух будто к чему-то принюхиваясь его обступили и все в шестером бросили взгляд вниз где под ногами остался вчера выкопанный фрагмент грунта нужно было собак прихватить неуверенно заявил коля но его кто-то толкнул локтем шикнув под ухо то что они увидели заставило их замереть на месте с точки зрения медицины это можно было назвать типичным случаем оцепенение огромный буквально циклопический обвал произошедший после окончания их вчерашней смены открыл на показ всему полярному простору свое внутреннее чрево похожее на гигантскую воронку природного раструба конус воронки уходил глубоко в землю откуда с тихим мирным гулом поднимались на поверхность паровые образования совершенно не похожи на выброс метана как это бывает при подобных случаях это напоминало скорее вялое и неспешащее колебание воздушной массы словно в растопленной бане внутри разлома ворочалась что-то громадное и неуклюже похожее на сгусток огромной ваты температура вокруг карьера заметно повысилась и полярникам показалось что они находятся возле гигантской печи или мощной топки доисторического паровоза ничего себе ошеломленно протянул коля рубик но на него никто не обратил внимание все стояли сразинутыми ртами уставившись на непонятный феномен изрядно изумленные геологи в первые секунды не знали что в таких случаях предпринять их обуяло настоящее смятение перед столь неведомым явлением какой-то страх и не просто страх а самый невероятный тотальный ужас сковал их движение не в силах сделать хоть шаг какая-то необъяснимая сила пригвоздила их на месте словно все превратились в застывшие кем-то обернутые коконы воздух вокруг представлял собой густой непроходимый кисель будто они попали в вязкий пудинг поданный к столу это было похоже на незримый барьер на который они наткнулись прежде чем перейти его границу кто-нибудь видел такое раньше едва открывая с усилием рот процедил кряж самый стойкий из своих товарищей мышцы лица не слушались а само тело едва могло двигаться в этой вязкой субстанции это был уже не воздух привычный для людей это была смесь сплошного кислорода плюс азота с углекислым газом с той лишь разницей что к ней было добавлено что-то новое неизвестное и чуждое земной природе я не могу двигаться почти по слогам простонал рубик пытаясь ухватиться за руку кряжа шестеро изыскателей начали медленно сползать по откосу вниз словно их манил к себе некий необъяснимый магнит похожий на струю всасывающего пылесоса преодолевая гигантское притяжение чья-то неведомая сила перевернула их в воздухе опрокинула навзничь протащила по земле и впечатала тела в рыхлую глину с лишайником еще минута и вся группа оказалась притянутой к раскрывшемуся разлому подземелья из которого по-прежнему выползали сгустки тумана часы и компасы на руках остановились время замерло на миг Терентьев почувствовал как проваливается в какую-то жуткую дыру сознания успев напоследок проорать диким голосом нас увлекает в подвал подземелья и с великим трудом вытаскивая из кармана рацию уже без сил выдал в мембрану трансивера Кто меня слышит? База, ответьте! Рядом, валявшийся в нелепой позе Алексей, тоже пытался вызвать поселок, распухшими губами крича в микрофон Поселок! Нас всасывает какая-то необузданная сила! Не можем что-либо сделать! Срочно на помощь! Мы в карьере! И умолк, поглотившись этой неведомой энергией без остатка Дальше была только пустота и сплошной безмолвный вакуум Коля Рубик успел напоследок заметить, как остальные корчились в мучительной боли У самого едва не взорвался мозг от посетившей его чужеродной среды Эта гадость заползла в них, обволокла сознание, растворилась в организмах И спустя несколько секунд все шестеро представляли собой пустые сосуды, превратившись в коконы Все это произошло на 21-й день экспедиции Тем временем поселок геологов жил своей обычной жизнью С утра Катерина и Алиса, две девушки геодезической станции, накрывали в общий столовой завтрак Провожая группу с материка к месту их вчерашних раскопок В отсутствие Терентьева, старшим в команде считался Виктор Проняев Геолог со стажем, не один раз выходивший в походы с Валентином Сергеевичем Оканчивая завтрак в компании водителей грузовиков Он непрестанно теребил рацию, пытаясь выйти на связь с начальником Странно Тряся прибором, окинул он взглядом товарищей С утра пытаясь связаться с Кряжем, Алексеем и Рубиком Но даже Терентьев молчит Как воды в рот набрали Озадаченно пошутил он Вчера за ужином мы разговаривали, что он возьмет с собой пятерых человек И рано утром, пред основными раскопками, отправится к той воронке, куда вгрызся ковшик с коватора Хотел посмотреть, что именно там образовалось Может, пещера какая-то, или просто обвал ямы Рации взяли с собой «Собак не брали?» – поинтересовался механик экскаватора В том-то и дело, что сказал, мол, зачем нам собаки? Вы после нас через три часа прибудете, будем вас ждать «И что?» И молчат «Рацию хорошо проверял?» «Уже третью пробую, сам вызови, проверь» «Она у тебя с собой?» «Да» Механик извлек из кармана комбинезона трансивер Включил на передачу «Кряж, Рубик, кто меня слышит?» «Валентин Сергеевич, ответьте» И прислушался, переключив на прием Тишина стояла абсолютной Ни звука Даже обычные статики, какая бывает в эфире при отсутствии помех Только тарахтение посуды за окошком раздачи Да приглушенные фразы водителей, бросаемые за соседним столом Вся столовая невольно притихла, пытаясь уловить хоть слово в ответ «Я начинаю бояться» Подошла Алиса, девушка двадцати пяти лет Считавшаяся невестой Алексея, ушедшего с Терентьевым «Их шестеро, чего беспокоиться?» «К тому же белый медведь редко сюда наведывается в летний сезон Еды хватает и на побережье» «Да и не может медведь напасть сразу на целую группу» Поддержал кто-то из прежних полярников поселка Завтракающих вместе с водителями «Медведь-зверь-одиночка, и один против шестерых не пойдет» «А волки?» «Алиса, девочка» Успокоил пожилой метеоролог, давно обитавший на острове «Ты когда-нибудь слышала, что волки здесь нападали на людей?» Сделал он ударение на слове «здесь» «Благо, сейчас полярный день, и даже самая крупная стая не отважится напасть на шестерых здоровых людей» «Да еще и в светлое время» «Вот если бы сейчас длилась полярная ночь» Девушка кивнула и, собрав посуду, поспешила в моечную «К более старшей Катерине» Та участливо взглянула на подругу, предложив «Отправим группу к раскопкам» «Управимся быстренько с остальными нашими» «И прихватив Сафоновну, отправимся за ними в карьер» Сафоновной она величала самую старшую на острове женщину Родом из чукотских народностей Почти уже бабку Которой можно было дать лет девяносто Если бы ей не было шестьдесят Являясь прямым потомком некогда проживавших здесь шаманов Сафоновна представляла собой настоящий кладезь мудрости Накопленный десятками прожитых поколений народов Крайнего Севера Иначе, чем с Сафоновной, ее никто не величал Жила она отдельно в вагончике, одна После того, как несколько лет назад В ледяных торосах айсбергов пропал ее муж Великий шаман Ноид из племени поморов Некогда существовавшей народности Чукотки Все любили и уважали ее за бескрайнюю мудрость И глубокие познания местного фольклора Это были три единственные женщины на острове Оставшиеся на новую двухгодичную вахту После того, как сменилась основная партия геологов Катерина была женой начальника метеостанции Дмитрия Олеговича Симахина Который по совместительству являлся и начальником Всего геологического коллектива поселка Он-то сейчас и вошел в просторный барак общей столовой «По-прежнему нет?» Спросил он Проняева, кивком указав на рацию в руке «Нет, с самого утра вызываю» «Знаю» «Я пробовал по стационарному передатчику» «Тоже тишина» «Точнее, не тишина» Усаживаясь на длинную скамейку Поправил сам себя «Такое ощущение, что все радиоволны взбесились в одночасье» «Это как?» «Бушующие помехи, словно ураган или зимний буран промчался» Погода на улице летняя, почти без ветра А помехи в передатчике бьют такие, хоть уши затакай Завывает, свистит, гудит Даже громом громыхает «Треск стоит такой, что впору выбегать из радиорубки» «Возможно, какие-то магнитные возмущения?» Голован, словно подрагивал в зыбкой пелене тумана, что ли «Тумана?» Поднял брови Симахин «И я приметил», — добавил машинист экскаватора «Подумал, откуда здесь туман?» «Да еще летом!» «Побережье не близко, и морские испарения сюда не достигают» «Верно», — нахмурился Симахин «Не помню, чтобы даже Сафонова упоминала туман летом» «Зимой, да, но это скорее снежный заслон, преддверие метели» «А она у нас тут сторожил», — глубокомысленно заключил он «Мы уже позавтракали, и немедленно выдвигаемся к карьеру», — поднялся Проняев «За ним встали остальные, отодвигая пустые миски» «Наскоро допив чай, водители направились к выходу» «Я с вами», — предупредил Проняева Симахин «Возьмем с собой все необходимое» «Он осёкся, взглянув на Катерину с Алисой, которые сжались у кухни» «Не бойтесь, девочки, мы ещё не знаем, что именно там произошло» «Я распорядился завести квадроциклы и подготовить вездеход, но, думаю, ничего страшного не случилось» «Просто радиоволны передатчиков не достигают сюда из-за этого непонятного облака», — окутавшего карьер «Мы тоже с вами», — подалась вперёд Алиса «Забежим к Сафоновне и прихватим её с собой» «Нет», — отрезал начальник «Не хватало нам ещё бабки-чукотки» «Увидят груды костей мамонтов и останки древних охотников с их орудиями быта» «Начнёт ритуалы всякие проводить» Попытался пошутить он «Да и люди после смены голодные вернутся, а вам их кормить надо, останетесь здесь, наведывайтесь к радисту в радиорубку, мы будем постоянно поддерживать с ним связь, там и узнаете новости» Он поцеловал Катерину в лоб и поспешил следом за геологами Девушки остались одни Таким образом, на 21-й день раскопок экспедиции, прибывшей с материка, начали происходить те события Которые в дальнейшем приведут к целой череде непонятных, странных и необъяснимых фактов О которых до поры до времени не будет знать весь оставшийся снаружи мир Поскольку, начиная с этого момента, стационарный передатчик связи с материком радиорубки острова Врангель замолчал навсегда Первыми на собак напали лемминги Эти кроткие мелкие грызуны, постоянно шныряющие под ногами в лишайнике Каким-то необъяснимым образом объединились в крупные стаи И, словно по чьей-то неведомой команде, целыми полчищами кинулись на лаяк Это произошло в тот момент, когда Катерина с Алисой, проводив последних полярников из столовой Принялись за мытье посуды, предварительно подготавливая продукты для ужина Вначале никто из девушек не услышал ничего постороннего В кухню забежал дежурный по поселку, перехватил бутерброд Ущипнул в шутку Катерину ниже поясницы и умчался в радиорубку, крикнув на ходу Как что выяснится, я вас позову! И хлопнув дверью, исчез Потом уже, много позднее, окажется, что этого парня девушки видели в тот момент последний раз в жизни Вторыми на лаяк и прирученных оленей напали более крупные грызуны За ними горностаи, песцы, полярные лисицы Все происходило целенаправленно и методично, будто нападавшими млекопитающими руководила какая-то неизвестная сила, забравшаяся внутрь организмов, подчинив их волю и природные рефлексы своему неведомому разуму Если лайки имели возможность защищаться, бегая до этого вольготно по территории поселка, то олени в стойлах сразу были растерзаны до основания Более сорока прирученных животных, что называется, начисто поглотились бурлящей массой всевозможных грызунов Выкатившиеся из редкого пролезка скудных полярных карликовых сосен и берез Эта живая масса напоминала снежную лавину с гор, издававшую омерзительные звуки, похожие на утробное гудение топки локомотива Со скоростью межконтинентального экспресса, это расползающее, стонущее и поглощающее все на своем пути лавина грызунов и мелких хищников В течение нескольких минут полностью захватило всю техническую территорию поселка, начиная от продуктовых складов, трансформаторных будок, нагнетающих воду водокачек И заканчивая, собственно, самими стойлами оленей Бедные животные были употреблены в пищу без остатка Через несколько минут явив ошарашенной природе лишь обглоданные скелеты с почти истребленными рогами Растекаясь по поселку, пролезая под сваи вагончиков и бараков, заполняя своей колыхающейся массой все подвалы и погреба хранилищ Грызуны и мелкие хищники пожирали самих себя без разбора Совершенно не имея представления, чья неведомая сила ими руководит Леминги исчезали в пастях горностаев, те пожирались песцами и лисицами А последние, в свою очередь, тут же разрывались на куски, ниоткуда появившимися волками Росомахи загрызали волков, сами падавшие под клыки яростных полярных лаек Которых с каждой минутой становилось все меньше Это была самая настоящая бойня в природном ее понятии Виск, рев и вой в перемешку с алчным рычанием и утробными стонами раздираемой плоти Начал достигать ушей Алисы с Катериной, а также тех обитателей поселка, кто оставался на месте по распоряжению Симахина Около двадцати человек в изумлении и страхе принялись выходить из вагончиков, покидая рабочие места, чтобы выяснить причину столь ужасающих звуков Прежде ими никогда не слышим их Некоторые выходили из гаражей, другие припадали к окнам внутри вагончиков А Катерина с Алисой вышли на высокое, покоящейся на сваях крыльцо столовой Услышав этот невообразимый, страшный и непонятный гул Когда же они увидели, что творится в прилегающих дворах поселка Обе едва не завизжали от оторопи, подхватывая друг друга и почти теряя сознание Ревущая масса всевозможной живности прокатывалась мимо них Растекаясь по трём улицам поселения, заползая под сваи, площадки, пороги и пристройки в виде ступенчатых настилов Ближайшая росомаха, на ходу растерзав юркого горностая Алчными от крови глазами, бессмысленно взглянула на девушек Приготовилась прыгнуть, но была атакована сзади сразу тремя волками Тотчас исчезнув в их пастях Безумный и пустой, но алчущий взгляд, похожий на жаждущих крови вампиров Читался во всех глазах животных Если бы не краткий миг этого колоссального нашествия, девушки смогли бы заметить в глазах волков некое подобие разума Они мыслили Эта глобальная атака, предпринятая сообща всеми животными острова, была продумана Ими руководили Руководили планомерно и последовательно Схватив Алису заворот комбинезона, Катерина, падая спиной назад, увлекла кричащую от ужаса девушку за собой Ввалившись внутрь барака столовой Едва успев придавить своим телом дверь, она услышала, как в нее со всего размаха впечаталось чье-то крупное тело Принявшись рычать и разрывать когтями наружную обшивку утепления Обе сползли на пол В смятении и панике, уставившись на ходившую ходуном дверь Снаружи творилось что-то невообразимое Казалось, вся природа животного биома заповедного острова встала на дыбы Девушки, разумеется, не могли видеть этого Но если бы им пристала такая жуткая возможность Они смогли бы лицезреть самую настоящую картину дантовского ада Собаки были истерзаны в несколько мгновений Лемминги и мелкая живность сотнями развороченных тушек валялась по всему периметру поселка Песцы и лисицы были растерзаны волками Которые, в свою очередь, подверглись всеобщей атаке более трех десятков росомах И что самое страшное Не имеющее никакой здравой логики Вся эта пожирающая друг друга масса никак не могла насытиться Растерзав очередную жертву и распотрошив ее клыками Любая тварь с кровавыми глазами бросалась на следующую жертву Создавая самый настоящий клубок ворочавшейся, стонувшей и ревущей плоти Такое же природное светопредставление происходило и на побережье Целые базары диких белых гусей, полярных сов и куропаток Были в одно мгновение подвержены какой-то непонятной воле Просочившейся внутрь их организмов Словно паразитирующая сущность чего-то неведомого Разметывая во все стороны гнезда с еще не высяженными яйцами Птицы, взмывая в воздух, целыми стаями накидывались друг на друга Исклевывая птенцов, пока те не превращались в жалкие, трепыхающиеся комки кровавых ошметков Крупные и мелкие лежбища моржей набрасывались друг на друга целыми колониями Давя и подминая под собой беспомощных мамаш с их детенышами Внутри острова, у подножия горы Советская, овцы-быки и дикие олени Были атакованы сразу несколькими стаями волков Прежде редко нападавшими на столь крупную для них дичь Весь заповедник острова Врангеля превратился в самый настоящий полигон смерти Истребляющий друг друга в одно мгновение В радиорубке поселения геологов сидели в наушниках радист и дежурный поселка Были слышны их переговоры с группой геологов Ушедшие вместе с Проняевым и Симахиным на поиски команды Терентьева Подходим к насыпи карьера Доносился в мембранах голос Проняева Этот чертов туман повсюду Какие-то непонятные образования Будто пар вырывается из открытой настежбани Симахин уже поднимается на первую насыпь Вижу экскаватор и кран Самосвалы оставлены, как и положено после вчерашнего дня Ни Рубика, ни Терентьева, ни Кряжа с Алексеем, ни остальных Голос запнулся Радист поднял брови и подкрутил верньер на стройке шкалы Сидящий рядом дежурный снял наушники, к чему-то прислушиваясь наружи Затем округлил ошарашенные глаза и толкнул радиста в бок «Слышишь?» — указал он кивком на дверь «Что?» — непонимающе откликнулся тот Прочищая зевком барабанные перепонки Держа наушники на готове «Гул какой-то, за дверьми Вроде как вертолет где-то садится Вертолет только позавчера отбыл на материк Теперь появится через неделю Как раз за новой партией останков мамонтов Меж тем голос Проняева продолжал Радист переключил на громкую связь «У нас за спинами остался вездеход Двигатель не выключаем Поднимаемся вслед за Симахиным на насыпь» Краткий миг молчания Затем изумленный вскрик Отчего динамик тихо завибрировал «Господи всемогущий!» Послышались близкие возгласы остальных членов группы «Да тут целый обвал! Весь пласт вечной мерзлоты ушел под землю Образовав гигантскую воронку Словно раструб в подземелье!» «Пещера!» Спросил радист Подстраивая шкалу от нарастающих помех В динамике начало свистеть Хрипеть и гудеть Как при турбулентных потоках Взмывающего ввысь вертолета Это был тот самый гул Что слышал Симахин Отправляясь накануне в столовую Перекрикивая помехи Броняев едва не заорал «Они здесь!» «Пресвятая Тева Мария!» «Кто?» «Нашли!» «Еще через секунду» «Нашли Терентьева, Кряжа, Рубика, Алексея и остальных двоих» Потом уторопь в голосе «Ну?» «Что?» Тоже перекрикивая помехи Кричал радист «Они?» Помехи мешали что-либо расслышать Словно бешеные магнитные вихри Носились в эфире «Они!» «Не живые!» «Чего?» Проорал радист В то время как дежурный вскочил с кресла «Повтори!» «Нет, погоди!» Сквозь помехи были слышны возгласы остальных спасателей Кто-то кричал Кто-то звал на помощь А еще Стоны «Их обволокло какими-то коконами!» На этот раз голос Проняева едва не захлебывался от ужаса Пытаясь скорее передать увиденное «Какая-то вязкая субстанция покрыла их тела!» Повторяя контуры в нелепых позах «Они дышат!» «Живые!» И снова послышались стоны Похожие на муки причиняемой боли «О боже!» Простонал Проняев «Нас засасывает внутрь!» «Внутрь воронки!» «Помогите!» Голос стал отдаляться Перейдя в далекое расползающее эхо «Свяжитесь срочно с материком!» Голос помощника Терентьева уже переходил в хрип «Нас засасывает воронку раструба!» «Срочно с материком погибаем!» «На помощь!» И стационарный передатчик умолк «Эй!» Орал радист «Виктор!» «Дмитрий Олегович!» «Ответьте!» «Тишина!» «Отзовитесь!» «Слышат, кто меня?» «Помчусь к девчатам!» «Притащу их сюда!» «Пусть послушают запись!» «Ты записывал?» «Да!» Копаясь в передатчике Повернулся радист с непонимающим взглядом «Как обрубило!» «Все приборы!» «Вчистую!» «А с материком есть?» «Ни с чем!» «Ни с ними, ни с материком!» «Связь оборвана полностью!» «Обесточена!» «Выдернута из сети!» «Пришла в негодность!» Радист потряс кулаками И выругался «Ладно, попытайся наладить!» «А я за девчатами!» И раскрыв настежь дверь Ступил наружу В этот момент Это и произошло Последнее, что успел увидеть радист Прежде чем сам лишился жизни Это как на дежурного поселка Накинулась сразу целая Громадная масса грызунов В мгновение ока Истерзав его тело без остатка Груда обглотанных начисто костей Еще продолжала шевелиться В копошащемся И ворочавшемся Стонущем клубке Когда несколько песцов и росомах Без разбора Кинулись пожирать и его Как пираньи стаи Пронеслось у него в мозгу Пронеслось Затихло Провалилось куда-то в черноту Больно-то как Через несколько секунд И сам радист Перестал существовать В этом мире Между тем Где-то в глубине уже пустого Унылого и тихого поселка В одном из жилых бараков Среди бесчисленных шкур Амулетов И прочие атрибутики Древних чукотских шаманов За унывно и прискорбно У себя в ритуальном уголке Затянула прощальную песню Старая бабка чукотка Сафоновна Сидя при зажженных свечах И раскачиваясь в такт Только ей известной мелодии Закатив узкие глаза И впадая в гипнотический транс Старая шаманка В некоем подобии Всепоглощающего транса Мерно и уныло Тянула песнь ее предков И в песне этой Была вся та Безысходная неизбежность Что должна была произойти После этого Кровавого нашествия А потом для девушек И столовой Начался самый настоящий Кромешный ад Если коротко и ясно Чтобы привести К общему знаменателю Заповедный остров Врангеля Перестал существовать В природе В той природе Что одарило его Со времен становления Материков и континентов Это был уже не остров Неведомая сущность Похожая на испарение Клубов зыбкого тумана Сгенерировав из провала Подземелья Накрыло его целиком Превратив в настоящее Кладбище людей и животных Теперь это был Чужой мир Неземной Генетический мутант Бактериального заражения Начал свое путешествие Намереваясь достичь Побережья материка И над всем над этим В лучезарном небе Между 70-й и 80-й параллелью Ласковое тепло По-летнему Светило родное Полярное солнце Продолжение следует...